всех приветствую продолжаем знакомиться с альбомом картин художников фототипе описание этих работ художественно-литературный журнал редакции журнала всемирная иллюстрация санкт-петербург 1893 год толкучий рынок маковского маковский один из самых выдающихся и самых талантливых представителей русского современного жанра родился в москве в 1846 году и до сих пор состоит преподавательном московском училище живописи звание классного художника получил в 1870 году за картину крестьянские мальчики стилиют лошадей а звание академика в 1878 за картину любители соловьев жанровые картины художника помимо высоких технических достоинств отличается неподдельным юмором они обыкновенно чрезвычайно остроумно задуманы но в то же время чужды малейшей карикатурности и дышат такой правдой которая делает каждое произведение художника вкладом в русское искусство многие картины талантливого художника рассеянны по богатым салонам русских любителей живописи а некоторые находятся в частных галереях маленький жанр по большой части комический и егористический жанр бывший по преимуществу достоянием художника за первый период художественной деятельности сменился теперь более крупным жанром где по виду преобладают драматизм и более широкие задачи искусства во всех его жанровых картинах как это само собой разумеется преобладает тип изучение лица во всех его душевных типических проявлениях пороках страстях умственных и физических привычках во всей индивидуальности человека как она складывается растет и застывает под многочисленными и говоримыми влияниями среды занятий хлопот тех или иных жительских столкновений тех или иных воздействий других людей к этому необходимо прибавить технику доведенную до совершенства прекрасную композицию мягкий приятный колорит замечательно красивый и правильный рисунок поразительную жизненность и правду изображаемых художников сцен толкучий рынок одно из последних и наиболее серьезных произведений нашего талантливого жанриста немного найдется жанровых картин принадлежащих даже первоклассным художником западной европы которые бы выдавались такой прекрасной группировкой фигур такими разнообразием мотивов такой красотой отдельных сцен в которых обнаруживается по всей своей силе проницательная наблюдательность художника и знание человеческого сердца в картине можно насчитать несколько сот фигур и все эти фигуры живут каждый имеет свою определенную и верно выраженную индивидуальность на каждой видны следы воздействия среды каждый имеет свой отдельный психический мир но собрание типов и индивидуальности еще не составляет художественного произведения для этого необходимо еще чтобы эти индивидуальности в картине составляли одно целое одну группу которую бы их сама представляла нечто цельное определенное и замкнутое своей общности эту то именно высоко художественную задачу мы видим выполненную с высоким совершенством в толкучем рынке маковского не только каждое лицо из этой массы самых разнообразных лиц живет своей самостоятельной психической жизнью но и все они вместе образуют целое именно толкучий рынок всего мелкими интересами страстями и порогами зритель может целыми часами рассматривать картину не утомляясь с неослабевающим интересом встречая все новые и новые сцены все новые и новые подробности приведенные в гармонию с целым ну вот такое описание по журналу 1893 года пока но и и и и и и